Приступаем к регулировке клапанов. Автомобиль Renault Logan. Объем двигателя 1.4. Год выпуска 2010. Как я ради интереса посмотрел на нескольких каналах, как регулируют клапана. И мне понравился парень, который работает уже 10 лет и ремонтирует именно Renault. Так вот, он говорит, регулировка, я с ним полностью согласен, должна происходить. Вот этот вот рокер, который нажимает на клапан, он должен стоять, ну то есть быть свободным. Мало того, что быть свободным, на распредвалу вот эти, как сказать, наплыв, кулачок, вот так будем говорить, кулачок на распредвалу стоял напротив того места. То есть, например, если вот это место вот с этой стороны, то кулачок должен стоять с другой стороны. Ну, то есть, плоскости рокера, которая жмет, или на которую жмет кулачок, под 90 градусов только с другой стороны, чтобы он был свободным. Сейчас постараюсь схематично вам показать то, что я сейчас наговорил, теоретически. Значит, вот распредвал в разрезе. У распредвала существуют кулачки. Вот, например, кулачок на впуск, кулачок на выпуск. Ну, предположим, это первый цилиндр. Так вот, рокер, на который давит этот кулачок, должен быть вот здесь вот, вот эта площадка рокера, или коромысла по-русски, схематичная. Вот она должна быть вот здесь вот отрегулирована. Впускные клапана 0.1, 0.15, выпускные клапана 0.2, 0.3 мм. То есть, 0.2, 0.3 мм, 0.1, 0.15. Я буду регулировать выпускные 0.25, впускные на 0.15. Вот этот кулачок стоит при регулировке с обратной стороны. Вот он сам, сама площадка вот этого рокера, на которую давит кулачок. Вот этот зазор. И кулачок стоит ровно перпендикулярно к этой площадке. Ровно, поэтому перпендикулярно. Ну вот смотрите, я сейчас выставил, первый цилиндр тут считается не как у всех автомобилей, большинства, начиная от ремня, а считается от коробки передач. Так вот, это первый цилиндр, потом третий, четвертый, ой, четвертый и второй. 13-42. То есть, я ставлю сначала, выставляю первый цилиндр, кулачки, чтобы напротив каждого кулачка был с другой стороны, вернее, кулачок был, кулачок на распредвалу был с другой стороны по отношению к коромыслу. Чтобы здесь точно установить, его видно хорошо, то есть последовательность даже не надо соблюдать. Например, там первый цилиндр, третий, четвертый, второй. Достаточно кулачки выставить как нужно. Для этого, чтобы их выставить, можно пользоваться ключом. Здесь ключ на 16. 16 просто крутить за распредвал и как нужно выставлять кулачки. В какую сторону крутить, по большому счету, разницы нет. Выставляем. Ключу против часовой, вернее, по часовой против часовой. Ориентируем для тех, кто будет регулировать. Посмотрите, здесь вот такое утолщение распредвала квадратное и здесь вот отлив. И вот этот отлив должен стоять напротив рокера. Видите, он зажатый. Отпускаем вот этот регулировочный болт. Ключом на 10. Отворачиваю регулировочную гайку. Болт вернее. Видите, он все легко пошел. А здесь его можно крутить. Здесь, ну кому интересно, этот хвостовичок, его толщина 3 миллиметра. На наших автомобилях, на ладах, обычно подотвертку делают. Ну, на стареньких. Я не знаю, почему здесь подотвертку не сделали. Видимо, так понравилось. Сразу хочу сказать, зазор на впускном клапане, вот они, раз, два, три, четыре впускные клапана, должен быть от 0,1 миллиметра до 0,15. На выпускном от 0,2 до 0,3. Ну, так в литературе пишут. Вот. Я буду ставить на впускном 0,15. Потому что некоторые тут блогеры, ремонтники говорят, мы на том и на том ставим 0,25. Я считаю, это неправильно. Потому что все-таки выпускные клапана, они нагреваются больше, зазоры уменьшаются больше. Поэтому на выпускных должен быть чуть больше, например, 0,25. А на впускных 0,15, я думаю, достаточно. Так, вот я открутил. Теперь обязательно нужен щуп. Щуп на 0,15. Вот он. Ага. Он у меня еще зажат. То есть зазора здесь нет. У меня нет специального инструмента. Я беру обыкновенные вот такие кусачки. И вместо инструмента, отвертки, поворачиваю их. Все. Видите, зазор появился. Щупом. На 0,15 поджимаю. Можно прямо рукой даже, видите. Что мне нравится в иномарках. Вот, например, в нашей, когда тянешь вот эту гайку, она вместе с регулировочным болтом закручивает. Здесь болт стоит на месте. Так что можно с минимальным зазором инструмента. Вот, видите. Все. Щуп подходит. Убираем. Ну и затягиваем. Естественно, контролируем, чтобы вот этот болт не повернулся вместе с гайкой. А он не поворачивается. Так. Затянули. Все. Зазорчик есть. 0,15. Теперь смотрим. Зазор на выпускном клапане. Например, берем 0,35. То есть, свободный клапан. И то, что зазор большой, ставлю сразу 0,4. Вот, видите, 0,4 пролетает. А нам надо 0,25. Точно так же отворачиваю гайку. Что самое интересное, видите, гайку я отвернул. А сам регулировочный болт стоит на месте. Зажато. Зажато. Вот так вот. Вот так. Немножко в натяг, чтобы было туда-сюда. Каечку. И подтягиваем. 0,25. Так, первый цилиндр есть. Теперь поворачиваем на третий цилиндр. Тут самое главное, не торопиться перепроверять все по нескольку раз. Так, проверяем на 0,25. Выпуск. Не нравится мне, легко он проходит туда. Устанавливаем 0,25. Понимаете, если бы я каждый день регулировал ранок, конечно бы я себе приобрел какой-то инструмент, чтобы вот это вот делать не клещами, а вот этими. Затягиваем. А делаем специальным инструментом. Может, трубку сплющил. Так. Теперь впускной клапан. Наблюдая за этим кулачком. Все, он встал напротив. Ну, вот этот, конечно же, не зажатый. Ну, и посмотрим, сколько у него зазор. 0,15 легко пролетает, поэтому я немножко подрегулирую. Опять же, оп, откручиваем. Где у нас тут? Все время контролируем вот такими движениями, чтобы не зажато было. Понимаете, лучше клапан пусть будет отпущенный, чем зажат. В старых учебниках по эксплуатации автомобиля Волга даже написано, если у вас подстукивают клапана, это не есть признак неисправности. Так. Далее четвертый цилиндр. Тоже зажат маленько. Сразу выставляю на 0,25. Ну, и выставляем последний цилиндр. Во втором цилиндре тоже клапан зажат. Все, регулировка клапанов закончена. Теперь я еще проверю затяжку гаек при помощи динаметрического ключа. Ну, вот эту процедуру, можно сказать, не обязательно, но я сделаю. Примерно ньютонов на 15. Все-таки подтяну. Ну, вот теперь все. Регулировка окончательно закончена. Всем пока. Делайте регулировку. Можно закрывать крышку клапанов и продолжать собирать двигатель дальше. Корректор А.Кулакова 've свидетельствует base. prayers. Продолжение следует...